Добрый день, друзья! Сегодня у нас в Академии Рестор мы снимаем наше первое интервью и наш первый герой Фил Дунский. Привет, Фил! Привет! Первый вопрос. Наша аудитория знает тебя прежде всего, как иллюстратора, чьи работы легко узнаются. Расскажи, как сформировался твой стиль? Мне кажется, больше всех повлиял на меня мой папа в начале пути, когда я еще только учился рисовать в институт, на художественно-графический факультет поступил. Нас там учили рисовать правильно больше, и была такая закрепленность в этом смысле. И он мне очень вовремя подсунул работы одного художника Дмитрия Митрохина. Они такие очень живые, там просто вот все предметы, они движутся. Для меня было открытием таким, то есть я как-то так вдохновился, и с тех пор я стал рисовать криво, я просто расслабился. А теперь, ну то есть спустя уже там, не знаю, лет 15 рисования, я понимаю, что мне нужно учиться рисовать правильно все-таки. Ну в работе это часто очень важно. Но из-за того, что я тогда не умел, мне приходится это делать сейчас. Но, собственно, вот это было началом. И очень сильно повлияли, конечно, работы Оксаны Гривиной. Я все время про это говорю, и очень благодарен ей за то, что она делает. Надеюсь, что она не обижается на меня, потому что какое-то время я прям очень сильно, очень много ее копировал, и мне даже говорили об этом, что, о, да у тебя там вообще под гривену закос. Вот когда у меня стало получаться, то я понял, что надо двигаться дальше. Ну то есть это какой-то такой симбиоз был чего-то того, что было в детстве, вот с чем-то таким вот, ну в плане техническом, того, что есть у Оксаны Гривиной. И очень много мне дал Андрей Гордеев, мой друг, соратник. Вот. Он мне показал, как работать можно на фрилансе иллюстратором, и как вообще, ну, из чего, ну, может сформироваться стиль. То есть вот эти вот объемы, техника, вот эта объемная такая псевдо-3D, да, вот она вот, ну, Гордеев и Гривина, я думаю, вот они вместе. Следующий вопрос. Как, по-твоему, родителям воспитать художника? Ой, ну вот мне, конечно, очень повезло в этом смысле. У меня мама и папа, они заканчивали художественно-графический факультет, и они оба учителя ИЗО и художники. Ну то есть по специальности. Ну у них там педагогика, видимо, была, и как-то, может быть, их там учили, как детей хвалить. Детей нужно только хвалить и только направлять, ну говорить, там, вовремя подсовывать бумажку и карандашики, да, не надо там говорить, там, ты неправильно рисуешь, вот посмотри, реальность, она вот такая вот, что ты нарисовал, да надо только хвалить, вот, больше ничего не надо, тогда все будет получаться. Сильно ли сказалось образование художественное? У нас сейчас такое время, что на самом деле все больше на самообучении, да, то есть в институте скорее, ну, была практика рисования именно от руки, да, там, карандашом, там, красками. Это помогло, ну, что-то там, ну, руку набить где-то, может быть, вот, и там очень хорошо нам давали цветоведение. Вот это тоже, я помню момент, когда в какой-то момент, вот, ну, то есть пока ты не знаешь цветоведение, да, может быть так, что у тебя нет вкуса абсолютно цветового, то есть у меня не было вкуса никакого. Я не понимал, какие цвета красивые, какие некрасивые, чем они отличаются вообще. Ну, то есть для меня было все одинаково, вот, там как-то это все, ну, сформировалось, прям, очень быстро и четко. За это я благодарен тоже институту. А где ты учился? Это в Хабаровске на художественно-графическом факультете, ну, институт сначала был педагогический институт, Дальневосточный государственный университет, потом его переименовали, и еще какое-то третье было название. В общем, пока я учился, он три названия сменил, я поэтому даже и не запомнил сейчас. Известно, что ты нередко даешь мастер-классы и читаешь лекции на тему иллюстрации, и всегда в анонсах пишется, что ты успешный фрилансер. Скажи, что значит успешный фрилансер, и когда ты из рядового фрилансера превратился в успешного? Ну, практически сразу. Вообще, на самом деле, в последнее время достаточно редко мастер-классы веду, хотелось бы почаще. Вот, может быть, кто-то увидит и захочет вместе порисовать. Обычно это на энтузиазме строится. Ничего, что я от темы немножко отхожу, да? Вот, ну, кто-то посмотрит, скажет, о, я хочу с ним порисовать. Пригласите, я с вами с удовольствием порисую. Мне очень нравится просто собираться с ребятами, рисовать. Это всегда, ну, такое взаимное вдохновение. Вот, всегда после этого много новых идей. Вот, а по поводу успешности, конечно, это все условно, но, как мне кажется, если просто смотреть, что, ну, у меня крупные клиенты, достаточно известные компании, бренды мировые меня заказывают. И это, ну, часто не просто из России, да, а со всего мира, там, с разных стран заказывают. Еще, если так перефразировать, то, мне кажется, успех, скорее всего, это больше, в моем случае, это удача именно. Ну, то есть, можно, как-то сказать, не успешным иллюстратором, да, а удачным, скажем так. Потому что я знаю очень много... Удачливым. Да, потому что я знаю много очень ребят, которые могут рисовать гораздо круче, чем я, но у них, ну, видимо, ну, как бы нет такого успеха, да, или удачи, как я это бы назвал, потому что их не заказывают, а меня почему-то заказывают. А в какой момент ты начал чувствовать себя успешным? В какой момент к тебе пришли большие бренды? С чего все начиналось? Не знаю, да, мне кажется, почти сразу, ну, то есть, я увидел, как мне заказы начали сыпаться просто, ну, то есть, мне стали люди писать, и я сразу понял, что это успех. Ну, то есть, это то, чего я хотел, я хотел бы работать на фрилансе, мне стали писать, ну, со стороны, да, то есть, я работал в компании дизайнером, и параллельно мне начали поступать заказы, которые мне нужно было дома выполнять, и я понял, что я могу, ну, уже это достаточно стабильно, мне пишут там практически каждый день, и можно уходить. Вот, ну, вот в этом смысле я считаю это успехом. Еще что еще? Еще есть очень много сложных проектов, которые, ну, можно назвать успешными, потому что во время их выполнения можно было сто раз отказаться, можно было бросить, можно было решить, что я не могу это сделать, или там нужно было там много раз переступить через себя, там, через свои какие-то принципы, исправить кучу раз там, да. Ну, тот же ригли китайский, когда я рисовал календарь, вот, его тоже везде, как пример привожу, вот, ну, и сейчас последний заказ был такой, в этом смысле для мегафона календарь я рисовал, но очень сложный был. То есть там было, там, ну, скажем, сто каких-то моментов, которые нужно было выполнить, да, в одной картинке, этих картинок было двенадцать, вот. И плюс еще каждый день, когда ты эти сто выполнял, тебе приходило еще сто замечаний, как это все исправить, или там, неизвестно как, ну, исправляй. И нам нужно это очень срочно, там, очень быстро, вот, на тебя там кричат, от тебя требуют, и нужно в этом, ну, еще параллельно оставаться позитивным, да, в этом состоянии. Ну, как бы, вдохновения, да, творца, вот, это, ну, непросто. Одна из проблем фрилансеров – это нестабильность в заказах, то есть сегодня они могут иметь столько заказов, сколько они не могут взять, а завтра их нет вообще. Бывает ли у тебя такое, что работы нет, что нет заказов? Ну, я могу сказать, что за последние десять лет такое было только, когда я этого очень хотел. Ну, то есть, если я очень сильно уставал, мне переставали писать. Если я чувствовал, что я могу еще, или когда, скажем, через неделю у меня заканчивается проект, я дорисовываю, что же будет дальше, мне тут же начинали писать новые. Я не знаю, как это вообще работает, ну, то есть, это какое-то реально волшебство, везение, да, ну, постоянно кто-то пишет. Вот, то есть, если, ну, внутреннее какое-то намерение, что ли, может быть, это, если намерение есть отдохнуть, тогда не пишет никто. Последние пару лет я почти ничего не выкладывал нового в сеть, и все равно мне два года писали, вот. И я не понимаю, от чего это зависит. Выкладываешь, пишут, не выкладываешь, тоже пишут. А где пишут? Ну, в смысле, где выкладываешь или как? Где выкладываешь? Где пишут? Выкладываешь в соцсетях, в Инстаграме, в Фейсбук, ВКонтакте. Ну, еще есть специальные платформы для иллюстраторов такие, ну, или не только для иллюстраторов, да, для творческих людей. Ну, то есть, там, портфолио на иллюстраторс.ру у меня есть, там, правда, такие, ну, обычно очень мелкие клиенты обитают, ну, как правило. Вот. Потом на Беханси, вот на Беханси мировые обычно бренды приходят оттуда. А пишут где? А пишут, ну, на почту пишут, в Инстаграме, в Директ очень редко, но это тоже обычно несерьезные люди пишут. Вот, обычно на почту, то есть, самые серьезные заказы всегда на почту приходят, на электронную. Вот, как-то, ну, это такой признак хорошего тона до сих пор. За все ли заказы ты берешь, Софи? Нет, конечно. Как ты понимаешь, что с этим я хочу, заказчиком работать, а с этим не хочу? Ну, это тоже, ну, что-то такое на уровне интуиции часто бывает. Бывает, что и заказ красивый, вроде бы, с виду, да, а все равно чувствуешь, что вот не надо брать. Я не знаю, как это тоже работает. Бывает, что по чувствам просто вот чувствуешь, что нет. И очень много раз было так, что если ты чувствуешь, что нет, и все равно берешься, потом понимаешь, почему так чувствуешь. И отказываешься, во-первых. Да, ну, бывает, да, бывает так, что, ну, отказываешься. Потому что, ну, есть из чего выбрать, то есть, мне бывает, что очень, там, сразу, допустим, три человека пишут или три компании, да, в один и тот же день. Вот, ты можешь, там, тот заказ, который очень хочешь, можно его подешевле сделать специально, немножко цену снизить, вот, чтобы его обязательно получить. Вот, тот, который сильно не хочется, обязательно, там, может, в пять, в десять раз дороже просишь, вот, и средненький, ну, так, как бы, ну, то есть, это тоже такая игра. Бывало ли такое, что тебе приходилось заказчиков искать самостоятельно? Ну, в самом начале, когда у меня еще не было заказов, я смотрел просто, ну, как люди работают, да, я смотрел разные биржи, вот эти вот фрилансерские. Я пробовал туда просто, ну, там, писать свои портфолио, выставлять, вот, ну, у меня была такая, ну, как бы, лихорадочность, мне хотелось, там, получить заказ, там, да, я думал, ну, при этом я работал в офисе, у меня был стабильный заработок, поэтому, в принципе, я был, ну, как бы, на подстраховке. В это время можно сказать, что я кого-то искал, а потом, с тех пор, как я ушел с офиса, я ни разу не искал. Если, ну, там, какие-то компании были, там, пары, две, три компании, с которыми мне очень хотелось поработать, и я им написал, вот, было такое, что я писал кому-то два-три раза, наверное, за все время. Сразу я понимал, что это, ну, что-то не то, то есть, ты сам себя, ну, как бы, в их глазах опускаешь, да, ниже, то есть, свою стоимость, ты им предлагаешь свои услуги, они, они к тебе приходят и говорят, мы хотим только вас, мы хотим, чтобы вы нарисовали, там, сколько это будет стоить, да. Такие заказы, это, ну, себе во вред. Лучше сделать бесплатно на первых порах, вот, у меня было такое, первые заказы иностранные, я делал бесплатно, то есть, мне ребята говорили, вот, денег нет, да, но есть такой крутой проект, давай сделаем, если получится, будут, ну, как бы, дальше на перспективу работа будет. Я в это вовлекался с радостью, потому что, ну, тогда просто время было, не было работы. И сейчас до сих пор эти заказы меня кормят, ну, то есть, допустим, я для арабов нарисовал картинку в Арабские Эмираты и вот с тех пор мне оттуда пишут. Доверяют, потому что ты уже работал с их земляками. Да, да, и так же с китайцами тоже, ну, получилось, то есть, они находят вот эти китайские картинки, которые я рисовал и уже через них меня находят, понимают, что можно. Как ты связался со своим первым иностранным заказчиком? Ну, он меня сам нашел. Через какую сеть? Ну, это было на Бехансе, то есть, на Бехансе я выложил свой первый проект, который был, ну, такой, ну, типа, условно успешный, да, который, то есть, признали, там, его модераторы выбрали, и он, ну, как-то так, был оценен аудиторией. Вот, и с тех пор мне стали, там, писать, звонить иностранцы, там, везде на почту, в скайп, там, так просто, вот, ну, оттуда с Бехансе пришло. На самом деле, самый первый иностранный мне написал из Нью-Йорка парень, и был, была конкретная какая-то задача, у них был какой-то бюджет, но я боялся продешевить, я вообще не знал, сколько это стоит, и попросил, ну, очень много, ну, то есть, как бы для профессионального иллюстратора нормальную сумму я попросил, но так как я тогда только начинала, а они ожидали, что я на Дальнем Востоке, где-то там, непонятно, где живу, вот, что я должен попросить, там, может быть, в 10 раз. В 10 раз меньше, мне кажется, ну, то есть, скорее всего, я раз в 10 больше попросил, и они мне написали, где ты живешь, ты откуда вообще, почему, ну, такие цены? Я тогда прям расстроился, я говорю, слушайте, ребята, вы знаете, да, я, ну, погорячился, давайте, ну, я вам вообще бесплатно нарисую, ну, потому что мне очень нужен этот проект, вот, ну, они уже сказали, что нет. То есть, очень важно адекватно обозначить цену? Да, вначале, если развиваться в этом, да, то вначале, конечно, ну, надо смотреть по своим возможностям и силам, да, по актуальности, то есть, если заказов нет, если ты готов браться вот за такую-то минимальную цену, ну, и надо просить такую-то минимальную, не надо больше. Если ты видишь, что у тебя уже там очередь из клиентов, да, и ты можешь где-то поиграть ценами, можно потихоньку повышать. Ну, вот я так делал. Понятно. На своих лекциях ты рассказывал про то, как выложил работы, сделанные якобы для известных брендов, и что после этого тебе пришли несколько хороших заказов. Посредуешь ли ты так же поступать начинающим иллюстраторам? Я, да, я однозначно посоветовал бы так делать. Это какой-то психологический момент. Очень многим людям важно, ну, не сама работа важна, а именно вот эта подпись бренда. Я даже сейчас стал замечать, ну, я давно не выкладывал ничего с логотипами, просто вот рисуешь для, скажем, там, для банка какого-нибудь, да, и просто пишешь, вот, я порисовал для банка, и все. И как картинка это ничего не значит в глазах людей, которые смотрят. А если ты поставишь туда логотипчик, неважно, что ты там нарисуешь, люди будут писать, офигеть, ты такой крутой, блин, очень круто. И прямо комментариев будет очень много, и, соответственно, многие будут делиться этим, и, ну, это пойдет, ну, как бы, дальше до клиентов. Хотя, возможно, это просто твой рисунок? Ну, не знаю, может быть, но мне кажется, что все-таки это очень сильно связано. То есть, как можно чаще лучше использовать, ну, бренды, логотипы, особенно, если действительно рисовал для какой-то компании крупной, лучше, ну, это упомянуть обязательно. Какие еще хитрости ты посоветуешь новичкам? Ну, вот, можно рисовать бесплатно, да, пока, если есть время, если есть ресурсы на это, рисовать бесплатно обязательно нужно рисовать, если есть время, ну, просто каждый день рисовать на свободные темы, набросков делать побольше. Очень важно учиться рисовать от руки больше, ну, то есть, не привязываться к технике, не думать, что вот у меня есть там крутой макбук, самый последний, самый быстрый, значит, я сейчас стану крутым иллюстратором. Вот это вот умение, оно самое базовое, основное, его важно оттачивать. Набросков побольше с натуры, там, на природу выходить, рисовать людей, которые ходят, бегают, особенно, ну, хорошо очень развивает рисование. Рисование таких вот, ну, каких-то игр спорта, быстрых вещей таких, которые очень сложно, там, не ставить даже их на паузу, а просто вот смотреть, как люди там, скажем, в хоккей играют, да, и рисовать их быстро. Это то, что, ну, я вот сейчас это рассказываю, на самом деле это то, что мне нужно делать, поэтому я рассказываю. Вот то, что я понимаю, что вот, ну, на чем я сейчас застрял, что мне не хватает немножко динамики в работах, а не такие, ну, какие-то статичные больше. Окей, перейдем к следующей теме. Давай поговорим об обучающих видео по рестрации. Смотришь ли ты какие-то обучающие видео? Да, иногда смотрю, признаюсь. Ну, последнее, что меня очень вдохновляет, я, правда, если честно, еще до конца не дошел, это видеоуроки скулизм называется. Скулизм? Которые там в анимации много всяких крутых мультиков создавали или фильмов, которые рисуют там безумно красиво. Вот они делятся этим, на этом ресурсе, и это все можно изучать. Понятно. Ты часто путешествуешь? Да. Последнее время, правда, я езжу больше не туда, куда хочу, а куда меня зовут и где я нужен, вот, и это, ну, большая разница. Ну, в плане, что, допустим, за последние три года я побывал в таких городах России и ближнего зарубежья, в которых я никогда бы не хотел вообще оказаться. Но благодаря тому, что я провожу йогу и что, ну, меня зовут просто приглашают в эти города и проводить эти курсы, я побывал в Орле, там, не знаю, в Самаре, в Чебоксарах. В Иркутске, ну, я, правда, до этого был, ну, вот, один раз, в принципе, достаточно съездить в Иркутск, а я там уже четыре раза был за последние три года, вот, в Улан-Удэ несколько раз был. Очень хорошие города, приятные, особенно вообще Улан-Удэ мне понравился. Ну, я ничего не хочу сказать против них, просто, ну, часто ездить, да. Есть ли у тебя какой-то хит-парад русских городов? Хит-парад? Первые три места в твоем хит-параде? Ну, Петербург навсегда на первом месте, я думаю, останется, конечно, в хит-параде городов России. Вообще для меня Петербург – это прямо номер один город в мире, ну, то есть я бы никуда не смог переехать больше, мне кажется. И, ну, в другие страны я бы не хотел уезжать жить. Вот, я много путешествовал, в разных странах был, каждый раз возвращался в Россию с такой любовью, мне каждый раз она еще больше нравилась. Ну, вот, все, что нам не нравится, да, в повседневной жизни, оно все больше умиления вызывает, когда возвращаешься, когда много путешествуешь. Ну, там, не знаю, вот это наша серость, там, какая-то такая вот пыль, что-то там запачканное везде. Вот эти вот лица людей, которые, ну, грустные, там, напряженные, там, по той же Москве люди ходят, да, такие все в работе, все куда-то бегут, вот это все очень мило. Для меня здесь много материала, с которым можно работать, ну, то есть я здесь чувствую себя нужным, что я могу людей вдохновить, улыбаться, могу им рассказать, как можно жить, могу показать вот эти умения, которые мне мой мастер по йоге дал, и которые я могу передавать, вот это вот, ну, что-то такое, что я здесь мог бы делать. А какие девайсы с тобой берешь в путешествие? Ну, это всегда компьютер, да, ну, то есть MacBook, скажем, и планшет для рисования, да, там, то есть Wacom, последние 8 лет у меня было так. Вот MacBook Pro и Wacom всегда, это как, ну, программа минимум, плюс иногда там, ну, телефон, конечно, да, там какой-то, вот. Вот, ну, в основном мне вот двух устройств всегда хватало, да, если есть устройство, у которого есть экран, и есть устройство, на котором можно водить палочкой, и это будет рисовать, то вот, вот это все, что мне нужно. Ну, и блокнот, если это можно назвать устройством обычным, да, с карандашом, это тоже я всегда беру. Есть ли какой-то типичный распоряд огня, типа востоку-то встать, востоку-то пообедать, востоку-то лечь? Ну, идеально, когда, ну, можно сказать, когда я внутренне здоров, когда все настроено, когда организм настроен, когда мысли в порядке, когда ничего не отвлекает, да, то, ну, такой здоровый распорядок дня для меня, конечно, это вот встать как можно раньше, ну, скажем, там, часов в 7, ну, в 7 это на самом деле уже поздно, ну, хотя бы в 7, да, то есть если после 7 встаешь, обычно я себя уже ругаю, что, ну, как бы все проспал, и лечь там, ну, пораньше, там, часов в 10, в полодиннадцатого, ну, в 11 тоже, вот. В 11 максимум, да, вот, хотя, как бы, ну, у меня были периоды, и там, ну, вот в начале, когда я только на фриланс ушел, я целый месяц работал только по ночам, просто, ну, из-за своей такой бунтарской природы, что вот я против системы, я буду делать как хочу, я могу это себе позволить, вот. И чем уже закончилось? И это, конечно, очень на здоровье влияет сильно, ну, когда ты, скажем так, живешь не в гармонии с природой, да, потому что природа сказала, утро – это утром, а ночь – это ночью, да, и ночью надо спать, а утром можно делать уже что-то другое, то это сказывается на здоровье очень сильно, вот. Я, мне месяца хватило, чтобы это почувствовать и понять, вот кому-то, у кого-то годы на это уходят. Как мне кажется, если пораньше встать, сохраняется вот эта вот магия ночи, да, то есть ощущение, мне почему нравилось все время по ночам работать, что было ощущение, что ты всех обманул, что тебя никто не видит, ты никому сейчас ничего не должен отвечать, ты сам с собой наедине спрятался где-то и вот уединился. Вот это вот состояние волшебства, оно как раз вот на самом деле с 4, 5, 6 утра вот оно еще присутствует, поэтому это можно использовать тоже, если хочется, лучше просто пораньше встать. Вот интеллект лучше работает, мыслей меньше утром, ну, таких отвлекающих, я имею в виду, то есть ты легче фокусироваться на каких-то задачах. По мне, так самые гениальные идеи по утрам приходят, вот. Особенно во время практики йоги, когда ты расслабляешься полностью, да, и прямо тогда вообще, ну, лучше блокнотик рядом с собой класть, чтобы там быстренько записывать что-то. Фил, где черпишь вдохновение? Ну, в основном из йоги, вот по большому счету. Ну, то есть, если так в глобальном смысле, то я думаю, что можно сказать, что да. От занятий, от ощущения уединения с самим собой, от ощущения единства, от состояния спокойствия, гармонии внутренней, любви, от состояния расширения, от полноты, от доброты, вот это все, ну, я могу назвать йогой. На самом деле, от чего-то такого хорошего в жизни, да, от чего-то, что исходит изнутри и что приносит другим добро, вот, и тебя радует тоже. От этого в основном. Но, в частности, конечно, работы других иллюстраторов меня вдохновляет. И фотографии часто, какие-то просто красивые цвета, красивые формы, идеи. Ну, я просто смотрю за трендами. И все-таки бывают ли творческие кризисы или творческие муки? Ну, сказать по-честному, я так смотрел за последние 10 лет, ну, есть, конечно, определенные подъемы и спады, да, вот, в плане активности творческой и работоспособности и какого-то такого внутреннего вдохновения. Потому что, ну, работа, она, конечно, какой бы она крутой ни была, она все-таки работой в итоге остается. Ну, рано или поздно это может все равно превратиться в рутину, даже если это суперкрутая работа. И, ну, честно, если бы не йога, то я думаю, что можно было бы какие-то моменты в моей жизни назвать творческими кризисами. И они бы были, они бы были глубже и, ну, как-то там сильнее, не знаю. Может быть, я бы там на несколько лет ушел и перестал бы рисовать даже. Я думаю, было бы такое. То есть йога помогает поддерживать интерес к творчеству и к жизни вообще? Да, к жизни в целом и ко всем аспектам жизни, в частности. А как начинал ты? Я попал на йогу в клуб. Вот, и мне понравилось. Мне понравилось, я понял, что это что-то, что можно будет делать самостоятельно дома. Ну, то есть я не говорю, что, да, самостоятельно нельзя заниматься. Можно. Просто надо вначале, чтобы тебе показали, как это делать, чтобы тебя направили, подправили где-то. Вот. В общем, ну, первый раз, когда я на занятия сходил по йоге, это было что-то такое, откровение для меня. Я понял, что вот этого я искал в разных вещах в жизни. Долго очень. И не находил. Вот. Что именно это, то, чем бы я хотел заниматься. 30-40 минут, час занятий любых, которые можно назвать йогой, какими бы они ни были, там, это физические упражнения или дыхательные, или это просто добрые дела другим, это тоже можно йогой назвать. Да, или это, там, скажем, изучение каких-то древних текстов по йоге, или, там, не знаю, медитация, да, пение, мантр, ну, что-то такое, что называют йогой, да. Любые, вот, там, 20-30-40 минут таких занятий, они могут вернуть состояние спокойствия и счастья, гармонии, такое, которое, ну, не знаю, может быть, не у всех это было в детстве, да, ну, кому-то в детстве повезло быть спокойным. Многие дети сейчас и рождаются люди, ну, уже сразу такие очень напряженные, да, ну, вот, кому повезло, кто знает, кто помнит, вот, можно это состояние вернуть. При этом, сохранив, ну, адекватность, что ли, да, как бы, ну, опыт этой жизни, ну, то есть не просто обнулиться, да, там, без перекосов, да, не просто, там, стать ребенком, там, не знаю, снять одежду и бегать голым, да, и, там, все что угодно, вот. Вот, но вернуть невинность восприятия такую, ну, вот это вот, как, как с чистого листа, когда ты все можешь рассматривать, как в первый раз, когда ты можешь все принимать пищу, как в первый раз, когда ты можешь одну и ту же работу делать, как в первый раз, да, вот это все помогает йога. Общаться с людьми, как в первый раз, смотреть на людей, просто на людей, на предметы, на весь этот мир, как будто ты только-только сюда пришел и еще не знаешь этого всего. Вот это все может вернуть йога. Это очень ценно, это, ну, то, что стоило бы попробовать каждому, я считаю, вот. Ну, а как вы это будете называть, это неважно. Может быть, это и не йога вовсе, да, но что-то такое важно делать. Есть ли у тебя какие-то хобби, помимо рисования и йоги? Чем ты еще занимаешься? Я люблю играть на гитаре, правда, делаю это не часто. Ну, вот это что-то такое, что мне очень нравится, и мне нравится петь. Не сказал бы, правда, что я там как-то очень хорошо пою, но мне бы хотелось это тоже развивать. Это, ну, что-то интересное. Есть, ну, что-то такое волшебное в звуках, ну, когда ты просто погружаешься в звук, да. Какие песни ты поешь? Ну, мне нравятся регги, нравится Виктор Цой, еще по детству, по старой памяти. Ну, вот меня папа все время включал в детстве Цой. Сколько тебе лет? Это всегда так сложно вспомнить. В каком году родился? В 85-м. Окей. Ты помнишь, каким ты был 10 лет назад? Да, очень хорошо помню, но это лучше не вспоминать. Ты не хочешь об этом рассказывать? Нет, почему я могу рассказать, мне совершенно не больно об этом говорить, но это, ну, это было страшно, если честно. Ну, то есть, если сейчас посмотреть, то есть, мне-то тогда не казалось, что это страшно, но это страшно. Это был человек, который совсем не видел интереса в жизни никакого, с кучей комплексов, каких-то напряжения такого большого внутри. Я все время ходил, всех обзывал, ну, то есть, не вслух, конечно, да, ну, вот, то есть, по улице идешь и все время критика такая в голове была большая. Ну, в общем, родителям не помогал, вот, не слушался, вот, был такой весь в отрыве. Ну, я совершенно не ценил жизнь вообще никак, то есть, мне казалось, что это вообще не нужно все, и я не понимал, зачем это все. В общем, это была такая пропасть. Что бы ты посоветовал себе тому с высоты тех лет, которые ты уже прожил? Да, мне кажется, я все правильно делал. Ну, то есть, тот, кто там был 10 лет назад, он все правильно делал, он шел туда, куда надо. Ну, у меня такой был метод. Это, кстати, в йоговских писаниях тоже описано. Если вам не подходит вот это вот все, делай добро, делай правильно, там, занимайся вот этими упражнениями, это поможет. Если вы считаете, что это не поможет, делайте неправильно, делайте плохо, не занимайтесь, и в конце концов вы начнете страдать, и это приведет вас к тому пониманию, что надо как-то выкарабкиваться. Ну, то есть, есть такой метод, вот это мой метод. Я себя всегда доводил до дна, а потом оттуда уже, когда некуда было падать, можно было легко встать и быстро. Оттолкнуться от дна? Да. Фил, спасибо. Приятно первое интервью было провести с тобой. Надеюсь, тебе понравилось. До встречи. До встречи. До встречи. До встречи. До встречи. До встречи.